Предприятие «Чувашавтодор» по-прежнему остается крупнейшим должником перед своими работниками. Какие выходы ищет конкурсный управляющий, обсудили сегодня члены комиссии по противодействию коррупции. Очередное заседание провел глава республики. Об этом и других вопросах повестки дня репортаж Дмитрия Ковалева. Дорожная карта, в которой расписаны планы выхода, предприятие «Чувашавтодор» из долговой ямы буксует. Работникам необходимо выплатить более 50 миллионов рублей. Общая сумма текущей задолженности составляет порядка 400 миллионов рублей. Общая сумма задолженности по заработной плате 53 миллиона рублей. В том числе, по имеющимся сведениям, текущая задолженность по зарплате 17 миллионов рублей. Проверка регионального Минюста показала, что предприятие не может реализовать имущество. Сроки торгов переносятся. Конкурсный управляющий говорит, весь процесс тормозит федеральное агентство по управлению госимуществом. По статистике, за прошлый год из 700 таких отчетов у нас с Росимуществом только 5 положительных заключений. А на сегодняшний момент, за 17-й год, ни одного положительного заключения тоже не было получено с Росимуществом. Ни у одного арбитражного управляющего. У меня в штате 3 юриста. Вот, посчитайте, на каждого по 17 дел приходится. Взыскивается порядка 65 миллионов. Если вопросы есть, вы ставьте эти вопросы. Называйте, та оценка, которая от арбитражных управляющих поступает, соответственно, в 90% случаев они возвращают. Тогда оценщики неправильно работают. Ну, уже третий раз. Тогда надо нанимать нормальных оценщиков, которые правильно оценивают все это дело. Поэтому мы готовы здесь оказать содействие максимально. Глава региона отметил, что погасить долги необходимо в ближайшее время. Примеры есть. Долги по зарплате Чуваро-Трансии мы погасили. А вторая сумма такая солидная у нас по Чуваро-Автодору. Поэтому Ольга Николаевна, вы давайте встречайте, взаимодействуйте и принимайте все эти решения во благо всех тех кружеников, защищая интересы государства. Члены антикоррупционного совета обсудили и другие вопросы. Правоохранителям все еще поступают тревожные звонки о хищениях средств, которые выделяются на реализацию госпрограмм. Только в Следственном комитете с начала этого года возбудили 8 уголовных дел. Преступные деяния, связанные с реализацией государственных программ, совершаются в различных сферах нашей жизни. Среди которых можно выделить обеспечение занятости населения. Это, например, незаконное получение денежных средств руководителям организаций, которые предоставляют фиктивные документы о работе в их организациях инвалидов. Развитие сельскохозяйства и регулирование рынка сельскохозяйства продукции. Это хищение незаконно получено субсидий, полученных на развитие именно сельскохозяйства. Два преступления в сфере госзакупок выявлено для государственных и муниципальных нужд. В 2016 году таких преступлений за год у нас было поставлено 16. Здесь определенные нам нужно предпринять усилия для повышения эффективности указанной работы. Значит, выявлено 26 преступлений в рамках решения текущей финансо-хозяйственной деятельности. Порядок необходимо наводить, нарушителям от закона не скрыться. Глава региона отметил, что коррупционные факты должны пресекать и власти муниципалитетов. Чиновники обязаны решить и другую задачу – вернуть в бюджет более 140 миллионов рублей. Это сумма неустойки за срыв контрактов? Учитывая, что муниципалитеты и органы исполнительной мласти сегодня активно защищают свои позиции, выходит в свое время на суды по защите своих интересов, я думаю, ту сумму, которая будет определена судом, она вернется 10%. Понятно, конечно, у нас есть такие случаи, где вводится процедура банкротства на исполнителях контракта, и, соответственно, тоже невозможно уже к взысканию становится. Мы обязаны и должны взыскать, мы обязаны и должны взыскать, включая все те активы, которые, может быть, на третьи лица уже успели перевести, пока там проверочные мероприятия проходили, ряд других моментов, которые там возникают. Поэтому сотрудники есть, они знают во время проверки, что происходит или какая ситуация. Глава республики поручил проанализировать, какие муниципалитеты активно пресекают самовозможность проявления коррупции. Поэтому рейтингу оценят и работу властей. Медрик Ковалев и Олег Якимов. Республика.